всем привет сегодня у нас стартует новый влог насыщенный по событиям мы с вами вместе делаем новогодний шоппинг я покажу вам свои покупки обалденные изменения в стиле которые у меня сейчас происходят также посмотрим новогодние украшения для дома бокалы я искал в общем много всего не буду спойлерить поехали здесь он проминается где тяжелее да и вот здесь вот и тяжелее он проминается мне просто это огромная генеральная уборка была в какую сторону выстрелить они получаются сделали полностью рембрейтинг у них немного по-другому все выглядит я хочу найти пробовать свой оттенок но у нас случилась такая неприятная ситуация с соседями они сумели мешали жить просто мы ставьте колокольчик подписывайтесь на канал потому что youtube не показывает ролики подписки если вы не поставили этот дурацкий колокольчик поэтому правда важен сейчас я жду андрея мы прилетели буквально сегодня ночью из дубая и вот так выглядит наша спальня все в разрухе в чемоданах но я жду когда он придет с новым матрасом потому что на этом я больше спать просто не могу но мы покупали на него вот такого дополнительного матрасник мягкий который не спасает ситуацию матрас сам по себе типа хороший все такое но он жесткий так прибыл домой матрас мы в итоге за ним поехали вдвоем в икею химки потому что авиапарке холга не оказалось мы думали что он будет в химках но нет казалось что средний и мягкий матрас теперь не производит только и жесткий но он в итоге спонсор здесь вот так вот пусто пусть и в шоке со всего будет новый ковер потому что этому уже года сколько три три с половиной и он уже бывалый благодаря вот этой мадам винтажным давно сделал загружаю матрас кстати говоря пока что не рассказывала ховок матрасы вот именно эта серия в идее одна из самых выгодных по цене и очень удобный даже этот вот жесткий и для икеи матрасы делают аскона мне просто это огромная генеральная уборка была в какую сторону выстрелит короче это наш третий матрас холлок 1 у нас был два на два потом купили 160 на 2 в нашу ту квартиру оставили бы там ну что тестируем от 1 я не первый раз не ложилась но он еще полностью не восстановил свою как это сказать правильно полноту да почему потому что он был спрессован соответственно воздух там сильные вот так вот спрессовали здесь он проминается где тяжелее да и вот здесь вот и тяжелее он проминается и за соответственно принимает как бы вашу форму так при этом мягко я только вышла из душа и сейчас приступаю генеральной уборки в спальне потом в комнате потому что после приезда все в разрухе и хочу взять вас с собой вдохновить вас на уборку не знаю что всем это нравится так что погнали я просто буду разбирать все что вижу откуда здесь нож строительный понятно что я еще хочу сделать помимо того что просто жить вещи красиво мы еще не дождались доставки мебели поэтому я не могу все нормально разложить я хочу избавиться большого количества вещей и мне пришла идея в голову помимо гаражной распродажи которые сделаны в инстаграме сделать конкурс на хорошие новые там или которые я один раз надевала вещи здесь на ю тубе следите за каналом не знаю об этом влоге будет или нет может быть следующим мне кажется это классная идея у какого-то блогера это подведела полить мои растения потому что пока нас не было не почему-то все начали засыхать их плохо поливали это книги андрея это мы заказали специально сами с озона чтобы у нас были для отправки на как они называются книжные премии в общем антибактериальный спрейчик я здесь я вас не смущаю что я в пижаме но у нас такая домашняя атмосфера домашняя обстановка вдохновляющие на уборку мне кажется это классно показывать какие-то такие домашние простые бытовые вроде бы вещи но при этом мотивировать на лучшее здесь у меня в черной коробочке часы данные часы часы для меня такой очень важный аксессуар для того чтобы разнообразить стиль и да у меня коллекции не особо много моделей я их очень люблю вы можете заказать сейчас часики по приятным ценам со скидками на сайте oldtime.ru я вам оставлю ссылочку там есть макл корс гесс и более дорогие модели и такие доступны а это сводч одна из самых таких первых моделей классических это папа мне дарил также часть вот такие часики здесь вроде как драгоценный камни должны быть не помню где их покупала это ноутбук андрея это мои украшения стандартные так скажем обычные нужно еще перевернуть палочки для рома диффузера такие уже не так много осталось и также очень нужно убрать чемоданы под кровать так что получилось я разобрела полностью расставила все здесь зоне комода единственное это подушки которые некуда девать потому что нет дивана они должны быть там но вот так выглядит зона андрея вот так сейчас моя поставила сюда себе свечи сумку пока чем пакет с новой сумкой оставила здесь хочу чтобы покупка настоялась так скажем увидела у одной девочки на ютубе у блогера эту фразу так скажем и поняла что я все время так делала и да так гораздо вещи потом приятнее носить использовать и что меня пугает эта гардеробная зона в которой предстоит разобраться основательной и как минимум от половины вещей мы не избавиться ну что небольшое включение с моими покупками их было совсем немного я сейчас стараюсь себя очень сильно сдерживать и во первых уходить в направлении качественных вещей меньше количества чтобы все идеально садилась возвращающие вещи которые не подходят я на эйсы заказала четыре вещи первая сейчас на мне это джинсы модель вам сфит это 26 размер когда они ко мне пришли я просила андрея чтобы он помог мне их надеть потому что талия настолько узкая что через мои бедра еле пролезла но все окей они чуть подрастянулись и хорошо проходит в чем фишка в том что в бедрах они свободные нигде ничего не давать везде прям вот как должно быть но наталья они очень узенькие сейчас добавила еще ремень показываем джинсы поближе вот такая у них талия очень хороший материал но на модели они сидели вообще по-другому я была уверена что они будут на низкой талии такие знаете как girlfriend джинсы или boyfriend то есть прям с как-то вишей попой с матем между ног но получилось вот так и самое прикольное что они длинные прям вот полностью до косточки можно делать отвороты это классно и по росту у меня я подпишу здесь размер как у меня был потому что в чем плюс и состав можно подбирать себе размер не только по обхватам просто 26 27 но еще и по росту как называется был когда ты тачку делаешь нет выбираешь на сайте можно сделать как в конфигуратор 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 можно как в конфигураторе ребят у меня с дикцией проблем я вам уже сказала об этом в конфигураторе сделать себе размер и рост все идем дальше вещь которая вызвала огромное количество вопросов у меня и в тикток и в инстаграм это вот такой вот свободный свитшот толстовка худи без капюшона у нее не реально красивый оттенок я прям вот была уверена когда заказывала на сайте увидела что мне понравится подойдет это по сути как такое платье то есть можно носить и с чем-то с леггинсами джинсами и также летом допустим ну конечно под депшорты потому что длина такая экстремальная так скажем я прям жду не дождусь чтобы с кроссовками носить офигенный рукав он такой как бы заужается к этой резиночке я сейчас захожу на эйсос вижу там большую графу с разделом скидки и туда попадает очень красивые классные вещи из-за бренда не сгорает и другие пума если бикета также на скидке удалось мне их урвать но дополнительно всегда при любых онлайн покупках на любом сайте используйте кэшбэк сервис потому что это сохранение ваших денег вы можете их потом использовать заново почему бы не экономить свои средства кэшбэк сервис летишопс и помимо просто стандартного кэшбэка который есть на летишопс есть горячий кэшбэк который меняется постоянно на разные магазины отдельный графе вы можете их отслеживать там сейчас четыре или пять сайтов сейчас конкретно повышенный кэшбэк на сайте айсерп можно сделать заказы с повышенным кэшбэком в три раза и у вас будет возврат 7 с половиной процентов от покупки отслеживайте обязательно магазины всегда на главной страничке сайта летишопс они меняются то эйсос то алиэкспресс там видео booking вообще что угодно и повышенный кэшбэк это вообще просто мега скидка как сделать покупку с горящим кэшбэком вы заходите на сайт добавляете товар в корзину потом переходите на сайт летишопс нажимаете на иконку магазина и у вас активируется автоматически горящий кэшбэк но количество активации ограничено и вас будет какой-то определенный период времени чтобы воспользоваться этим кэшбэком так мы с вами раскрываем еще две покупки прям прям в прямом эфире будет unpacking поэтому не забывайте пользоваться летишопс кэшбэком ссылочка у вас в описании всегда вы регистрируетесь узнаете себе решение на ноутбук это очень удобно и все возвращаете ваши деньги за покупки распаковываем вместе здесь у меня если я не ошибаюсь трусики честно я заказывал специально бикини надеюсь они идеально по размеру посмотрите на эту красоту на очень высокой талии под джинсы я хочу чтобы трусы выглядывали из по джинс конкретно этой модели либо какие-то другие более свободные очень классно вот чтоб торчал край бикини и весь еще прикольный такой брендинг я вам ссылки по видео конечно же оставлю на свои покупки и также я люблю просто безмерно сильно и это на самом деле максимально практично сумки бананы и сумки которые вот на пояс на через плечо какие спортивные и бренд santa cruz skateboards santa cruz на тоннерифе я хотела что-то такое воздушное летнее легкое потому что конечно большого таких сумок очень грубые какие-то черные у меня есть такая из h&m мохнатая просто потрясающе можно чуть растянуть чтобы она посвободнее была мне нравится что у нее такой ненавязчивый бежевый цвет который ко всему подойдет и такие яркие вставочки конечно это все снимает очень классно просто вот пойти погулять очень удобно в торговом центре ходить шопиться покупки какие-то делать потому что все под рукой руки свободные или там детьми с собакой гулять просто в угледении при этом очень сильно все покупочки вам свои показала и мы с вами двигаемся дальше во влог так всем здрасте я сейчас выхожу из дома встречаться со своей подписчицей который выиграл в последнем гивэй в инстаграме но подарок я к сожалению полтора месяца не могла ей подарить по некоторым обстоятельствам у нее произошло горе в семье и у нее соответственно не было нужного настроения состояния мы с ней решили встретиться в москве вместе чтобы я лично придала подарок а не отправляла курьерской службой и я как обычно разговаривала свои прыщики но это от шапки кстати говоря я вот так вот довольно таки лайтово оделась потому что нам дойти до авиапарка прям три минутки выхожу на улицу здесь просто уже полноценная зима снег выпало кстати говоря сегодня прям вот ночью до этого недели солнце было как мы прилетели из дубая кстати я сейчас монтирую влог на самом деле зима без снега это не зима но я люблю чтобы этот процесс был довольно таки короткий зашла быстро в литуаль хочу купить маме краску для волос и еще вспомнила про карандашики именно фирменный литуалевский у меня из лягу правда они сделали полностью рембрендинг кстати лишь еще выгодно снимать на 5 и ближе меня пучать показать она они получается сделали полностью рембрейтинг у них немного по другому все выглядит я хочу найти пробовать свой оттенок они супер бюджетно стоит но по качеству просто идеально я их обожаю видела старая серия линджи сатин ну просто их нет осталось вот три душа не походу сделали полностью все в общем сейчас подберу оттенок может этот коричневый и так оттенок 215 он такой получается капучино холодный остальное в ритуале я особо не пробовала конселирование скатываются такие они очень сухие плотные ну не самые лучшие помады тоже так себе карандаш и просто топовая все иду с закраской для волос маме не использую меня прилег стенд джимми чу я подхожу я думала что может быть это какие-то блестки для тела это лаги для ногтей так очевидно и настолько при этом необычно это все лаки для ногтей такого размера так я сейчас поиски бокалов здравствуйте для вина в зарухом еще можно принципе зайти на я решил обратить по таким магазин который для дома с посуды прям целенаправленно чтобы они были красивые красивые есть такое с гравировкой но это немножечко не то и и и и и и и и и так мы со светой сейчас заходим в первый магазин цвет тоже на готове снимать влог поэтому приходить я такой человек не оставлю Она фраза Настя заставляет меня снимать влог. Я в тот раз это сказала. У тебя хорошо получается. В Бершку. Хотим померить, наверное, какие-то новогодние наряды, но мне внимание прилег еще вот этот жакет. Сейчас, кстати говоря, очень удачные коллекции в Бершке. И шубки, и джинсы, и много эко-кожи. Что в тренде. Так, мы сейчас с Светой обменяемся видами, которые мы выбрали друг для друга. У тебя будет вот так. Держи, я взяла два. А я тебе в такой. Вот, кстати, с убранными волосами вообще просто. Так, это Света выбрала сама себе, кстати. Ух, какая классная. Я еще не разглядывала, жизнь. Ну, по крайней мере, это без белья, но просто очень длинненько снимать. Я знаю, где мы можем заработать. Не влог. Влог приобретает другое совершенно значение. Очень красиво. Можно я поснять спинку? Красиво, но мне нравится, что здесь бархат, и оно такое, как бы, в стиле 60-70. Ну, ладно, мы. У меня подорона. Очень красиво. Ребят, мы зашли в зоомагазин. Я не знаю, хорошо это или плохо, но этот кролик до сих пор здесь сидит. Причем я была здесь, наверное, месяц назад, и у него цена была 4 800, потом 4 600, сейчас 4 000 рублей. Вот так вот дешевеет жизнь. Это, на самом деле, визуально выглядит ужасно. Свет, я его куплю. Я не могу. Да, я просто, я не могу. Ну, представь, у него цена, он стоил 4 800. Андрей, я ничего не сказала. Ну да, он какой-то такой, как будто бы вообще в пространстве, потому что один сейчас живет. До этого с ним были морские свиньи, и было как-то повеселее. А побольше нет у вас коробочки. Чем меньше пространство, тем спокойнее он будет себя вести. Ну ладно. У вас есть кошечка там дома? У меня кролик. А, ну все, он нет. Я опытная, я уже трех кроликов покупала, чисто, чтобы... Он так долго сидит. Настя, она не нагибающая. Он так долго сидит. Да, он такой, боится. У вас девочка дома или мать? Ну, девочка, да. Я говорю, я их покупала 3 раза уже и пристраивала. Она их пристраивает. А, ну пристраивает. Да, хорошие руки. Если свои. Будете разводить. Не, не, не. Просто долго кролики сидят, и я не могу рассмотреть. Может, побольше. Ладно, пойдем. На два дня она пока может. На два дня она может спокойно брать. Ну, то есть воды оставила. Я святую. Заманила под предлогом. Затем в гости. Под предлогом кролика заманила. Наградь мог. Так, мы тут сидим в окружении. Точнее, он окружился нами. В общем, кролик теперь уже дома. Я не знаю, надо, кстати, имя придумать. Серхио. Андрей, как обычный день. Серхио Перес. Предыдущий был Несквик. Количество плотное очень. Писаный. Все такое в один угол. Ну, я по нему видно, что он сейчас плотно. А у него реально в один угол. Они прям вот руками начали сзываю его запах. То есть, может, лоток поставить, чтобы он чувствовал запах. Там, ну... Этот раз, как первый раз, просто все это. Тут мы сходим по кроликам, ничего не знаем. Я подумала, что... Ну, на самом деле, очень похоже на кошек. Просто вот я всегда думала, что я в клетку. Или что потом Настя мне рассказала, что... Категорически нельзя. Именно, да, вязаних лап. Мышей крыльц можно держать. Именно наоборот, нравится-таки замши. Ну, давай, давай. Вот, молодец. Они... Молодец-таки. Молодец-таки. Они... Хоть они живут группами, в отличие от зайца. Зайца сами по себе. Небольшой экскурс. Мне интересно. Кролики, они живут группами, но они всегда большую территорию для меня. Нужно много берить. Новый уровень коммуникации. Я его осмелила взять на руки. В принципе... Ну, ему, конечно, страшновато, но он в меру всё понимает. Очень ручной, если его приучить. Я углажу, ему приятненько. Он ещё вырастет от меня. Да. Да. Ну, чётка вот так в длину может. И в шизе. Ну, да. В шизе-то точно наберёт. Он уже подрасслабился, ему легче стало. Света уехала, потому что у неё там свои дела, и тоже переволновалась, потому что такой ответственный сейчас момент. Он тут уже прилёг в лоток, он решил, что это его домик. Кролл тут уже бегает вовсю. Такой он активный оказался, зайка. Это Пусина, труба. Очень быстро получилось найти хозяина кролика. Зайка. Давай, иди сюда. Здрасте. Он вас целует. Я просто в диком восторге, меня переполняют эмоции. Единственное, что я чихаю от того, что у него были опилки в лотке, и он в этой пыли от опилков, а им категорически этого нельзя. И они очень аллергенные, я прямо от них чихаю от этого, от этой пыли. Ну что, иду и на продолжение съёмок. Они у нас так нечаянно прервались, но зато мы сделали благое дело. Продолжаем сегодня с Светой выбирать новогодние наряды. Мы со Светой первым делом решили подключиться с напиточком, хайлайтером. Да, стрессовые зоны, о ней сейчас вам скажут. Мы со Светой просто быстро включили телефон, потому что у нас связался такой интересный, важный, учительный разговор немножечко. Свет сказала, что когда какие-то плохие этапы происходят, такие неприятные в жизни, то потом происходит какая-то точка роста, и совпадение как будто бы, жизнь сама подталкивает на что-то более хорошее. То есть, поэтому я могу только, наверное, совет дать, что если у вас всё-всё-всё-всё-всё-всё плохо, это значит, что очень скоро будет что-то прям реально аппетитное. Это очень банально. Но это так и было, реально. Вот я сейчас Свети приведу пример из своей жизни, у меня они прям чередой идут события. И у меня также было. Вот из последнего могу привести, ну, допустим, про квартиру, да, сейчас Света говорила, быстро повторю. Мы делали ремонт в своей квартире, жили на съёмной. Я думала, заеду на свою квартиру, и у меня была такая логика, что я смогу расслабиться, ничего как бы не делать, ну, то есть не откладывать деньги, просто пожить, вот, в ноль там, все денежки тратить и так далее. Но у нас случилась такая неприятная ситуация с соседями, они там сумели, мешали жить, прям вот категорически невносимо было там проживать. И пришлось, то есть жизнь выглядела, вот такой этап был очень неприятный. Я стрессовала, как никогда в жизни, съехать на съёмную. А на съёмной квартире ты в любом случае минимализируешься, потому что, ну, ты на ней долго не хочешь задерживаться, думаешь сразу, может быть, там, свою сделать или куда-то ещё переехать. То есть это вот заставляет мозг как-то генерирует какие-то идеи, мысли, вообще, ну, развиваться. Я сразу думаю, ну, всё это неспроста и всё не зря, и по факту мы остаемся дома в Москве на Новый год и будем проводить время по-другому. Со мной, со мной, со мной. Да, с собой на сегодня теперь в Москве будут. Поедем кататься на лыжах. В Манго сейчас всё по распродажам, даже вот новогодние платьишки. Вот это мне понравилось, у него прикольный здесь такой вырез V-образный и косточка такая корсетная. Смотрим дальше, о, какой-то... Ну, такое оно, да, колбасочное. Как сосиска стреляла в нём. Фу, этого нибудь. Взлетаем в Зару выбирать. И здесь я вижу очень много разных классных вещичек. Свет, давай выбирай ты, ну, себе вот вид, мне, я наоборот так же. Ну, в общем, с Настей опять продолжаем эту практику, обмениваемся нарядами. Да. В общем, я тебе взяла 37-е. Ну, пожалуйста, нет, моли нет, нет. А что, почему? Я ненавижу такие тапки. Она, да, но для образа. Свет, пожалуйста, сегодня не забывала. Я хочу посмотреть, Свет, пожалуйста. Нет. Ну, что ты, ты сияешь с чего-то? Ладно, только ради тебя. Гот, за тебя. Это был актёр, которому мне дали остров. Короче, да, это был просто уже второй дубль. Так, а тебе что? Я не знаю, что тебе. Ты мне отдала что-то? Сейчас нет. Так, первый образ выглядит вот так. Я подобрала сама себе его. Это, правда, платье М-ка. И оно очень удачное. Именно поэтому у нас осталось одно последнее. Сияет нереально. Очень красивый здесь дизайн. Узел, который, кстати говоря, талию даже не расширяет. И я комбинировала его с такими вот сапогами. Сейчас очень ультрамодными. Она строй просто какой-то. Что? Что это такое? Платье, конечно, мне очень нравится. Это прям любовь. Почему нет размерчика? Надо его посмотреть на сайте. Мне нравится этот образ. Мне нравится платье. Свет, я реально очень сильно кайфую от платья. Я прям бы его купила, но размер на сайте посмотреть маленький. Света, покрутись ещё. У-у-у, конден 18 плюс. Мне не нравится, но вот тоже беременность. Или сюда какая-то область. Ну да. Или на себя какой-то. Может, придираешься просто. Мне нравится. Не красиво. Ну, уже бедфортами, обтягивающими. Замыфы, может, красиво будет. Ладно, если серьёзно, Света мне выбрала комбез. Вот так вот. Он выглядит сзади. Красиво. Такое металлическое, типа. Мне кажется, оно... Наталью же подчёркиваю. Тут корсетный такой. Наталью, да, но вот это вот второй слой. О, начинается. Вот, что-то делает. Если я слушаю музыку, включается камера, я начинаю дёргаться. Если я реально... Да. Просто мы нужны этот слой. Други, пожалуйста, так не надо. Наталь. Ой, смотри, как красиво, когда рукав задрался. Вот, видишь? Ну, типа, покороче. Вот, длинный. Что там? Шорты. Там прям отдельные шорты. Вот, они прям... Только они великоваты. Это отдельный? Что? Нормально с ним? Почтно. Я на эту шубку смотрела, подходила и трогала её. Ну что, я буду заканчивать влог. Надеюсь, он вам понравился. Вы приятно провели время. Пишите, что больше всего вам нравится в таких видео. Макияж, одежда, просто жизнь. Ваши пожелания, в принципе, на ролике. Я помню про фигуру. В декабре я, видимо, не успеваю. Но как раз-таки начнём Новый год с новой заботой о себе, с подходом. Я сейчас уделю этому время. Отсниму все материалы про живот, про талию, про все массажи, про обёртывания. И всё, что обещала, всё будет уже тогда в январе. У меня здесь букетик от подписчицы и уже, так сказать, подружки, которой я отвезла кролика последнего, которого вместе с вами забрали. Он там себя прекрасно чувствует, обживается, чему я очень сильно рада. И перед Новым годом я и для себя сделала такое приятное событие. Для кролика, конечно, и, получается, для девочки. Я тоже Настя зовут. Так что вот, букетик шикарный. Меня радует. Я с вами обращаюсь. Увидимся в следующих видео. Пока. С наступающим хорошего вам настроения.